Ну, в листких завершениях, отложуя бумаги, поговорим от души. Наверное, нужно сказать что-то о переходе Владимира Быстрова. Я хочу сказать, что здесь нужно уважать закон и право. Все в праве. Зенит в праве купить, игрок в праве перейти. Обязательства закрепленные на бумаге выполнены. Это все совершенно нормально. Но вряд ли это нас волнует. Именно это правда. Потому что сегодня, например, две самые большие гостевые были перекрыты длительное время днем. Я не засекал, но было это и на Спартаковском сайте болельщиков, и на Зенитовском. Вот почему эта история так волнует людей? Конечно, здесь большую роль играет то, что сегодня среди болельщиков вообще много ненависти. И я знаю только два случая, когда покинувших команду футболистов, заметных футболистов, которые покинули свою команду, продолжали уважать и даже сеть аплодисментами. Это случай Тихонова и случай Симака. Других, не знаю. Во всех остальных случаях оскорбление, ненависть. Но таковы сегодняшние трибуны. Да вряд ли это хорошо. Болельщики вообще не являются каким-то, ну что ли, критерием чистоты игры. Это часть тоже игры. Так вот, почему же нас все-таки волнует? Вы знаете, когда мы говорим, что футбол мировая игра, она мировая игра не потому, что в нее здорово играют какие-то люди. В шахматы тоже есть большие мастера. Футбол становится такой игрой, потому что его все смотрят. Потому что в нем очень великий момент сопереживания. И мы так обсуждаем остро-бурно историю перехода Быстрова, потому что мы видим в ней историю не про Быстрова, бог с ним, а про себя. Потому что вот что в ней, действительно, две вещи, которые по-настоящему волнуют. По сути, две стороны одной вещи. Первая, это когда футболист, человек, занимающийся спортом. Почему мы смотрим спорт? Потому что это победа. Потому что это стремление к победе, к титулу, победить, выиграть. Вот когда человек, который наконец-то может выиграть, отходит в сторону, это необъяснимо с точки зрения сопереживания. А именно это делает футбол мировой игрой. И еще. Футболисты, сколько мы им сопереживаем, они наши герои. Причем не в силу того, что они обладают человеческими какими-то качествами, сжат жизнепоступки. В силу того, что они играют, они выглядят героями. Скажите, пожалуйста, в этом смысле они похожи на героев фильмов, на героев книг. Вот скажите, вы знаете положительного героя книги, который бы между целью жизни, осязаемой, я не имею в виду вообще целью жизни, да, вот осязаемой сейчас целью, и деньгами выбрал бы деньги. Я не знаю такого героя. Не знаю. Хотя я не вижу ничего морального в том, чтобы любить деньги. Хорошая вещь. Можно сделать много всего разного. И самое главное, что я не хочу осуждать Быстрова никоим образом. В первую очередь потому, что не могу поставить себя на его место. Я не знаю точных цифр, но мне кто-то говорил, что на полтора миллиона евро в год ему предложили больше. Да я думаю, что что-то в этом роде идет речь. Понимаете, никому из нас не предлагали на полтора миллиона евро больше. Я по этому поводу не сошелся во мнении с своим старым добрым приятелем, еще и старшим приятелем. Есть такой актер очень известный, Дмитрий Назаров. Вот мы с ним вчера вот это дело обсуждали по телефону. И мы с ним не сошлись. Он говорит, ну представьте, что тебе заплатили в два раза больше. Но дело же не в том, что в два раза больше. Если мне заплатят в два раза больше, это значит, что я смогу чуть меньше следить за выплатой кредита. А если платят вот настолько больше, вы пообразите, это же дом и не один, скорее всего. Это благоустроенная жизнь на долгие-долгие годы. И мало ли что еще, может быть бизнес какой-то. Поэтому мне не суждено встать на это место. Я не хочу осуждать быстрого. Я хочу просто констатировать, что нашими героями, все-таки нашими, я имею в виду нашими, а не вашими, нашими общими героями, обычно бывают парни, которые выбирают дело жизни. И не становятся те, которые выбирают деньги. Ну вот у Гарри Поттера же может быть много резонов, чтобы понять, что борьба с темным лордом бесполезна. И в общем, если он встанет на его сторону, то тогда ему будет проще жить. Нет? Но он этого не делает. Я не хочу сказать, что Спартак это Дамблдор, а Синит это темно. Все не так. Я говорю о выборе. Только о выборе. Вот польза или вот дело жизни. Кого мы выбираем? Кто наш герой? Я только надеюсь, что, не осуждая быстрого, что жизнь не поставит меня перед таким искушением. Потому что это искушение. Вот. Хотя жизнь не похожа на сказку. Спасибо. Так. Продолжение следует...